Мы сегодня вышли на прогулку втроём. Юсечка давно не гуляла, я решила её выгудить. И хочу намыть их всех втроём, поэтому я решила Юсечку взять. Так-то особо не нужно кормящую маму. Либо одевать, либо потом сразу мыть. Маркус нельзя. Чего тут? Чего нашёл? Насветка. Всем привет! В сегодняшнем видео я бы хотела рассказать о первом прикорме щеночков и попробуем с вами дать им первый прикорм. Нам уже более 20 дней. Прикорм водится щенкам с 21 дня. У нас это будет как первый прикорм паштет, дальше корм стартер, то есть самый первый из щенков до двух месяцев. Который идёт для кормящих мамочек и для маленьких щеночков. Потом подбирается другой корм. Юсечку я кормлю кормом фармина и также консервами. Мне под каким-то видео писали, что якобы я очень мало кормлю Юсю. И также ещё написали, я свою собаку кормлю мясом, овощами и так далее. То есть по полной миске. Собаке, которая родила двух щенков. Вообще не понимаю, зачем мне писать про это мясо. Мои собаки на сухом корме смешивать нельзя. Я против смешанного питания и вообще никогда не поддерживаю этого. Да и, в принципе, многие кормят неправильно натуралкой. Со всякими кашами, вот эта вот вся мешанина. Я, короче, вообще против этого. Если натуралка, то правильная. Если сухой корм, то сухой корм и вода. Просто всё. Творожок тоже, в принципе, не советую увлекаться. Прошлому помёту я давала творожок и их как-то немножко, ну, жидкий стул был. Поэтому я даже рисковать не собираюсь. Никакое детское питание, никакие каши собакам не нужны абсолютно. Можете писать мне в комментариях продолжать вот это вот какие-то, я не знаю, СССРовское питание собак. Но так быть не должно. Спросите у любого ветеринара, который понимает, что говорит. И вам ответит, что сухой корм нельзя смешивать с мясом. Тем более с варёным. Это совершенно разные вещи. И совершенно по-разному они усваиваются. Тем более щенка, которым там ещё и месяца нет. Это тем более давать нельзя. Сегодня я попробую дать консерву стартер. Она хорошо подходит для первого прикорма. То есть, смотрите, здесь для мамы и для щенков до двух месяцев. Начинаю с двадцать первого дня. Но так скажу, что на двадцать первый день они не кушали у меня никогда. Они не понимают ещё. Их нужно приучивать. Этот купил корм тоже стартер. Его буду размачивать и давать щеночкам. Вот сейчас найду какую-нибудь мисочку. Хочу купить мисочки маленькие, которые без бортиков. И чтобы их было хотя бы две. А так я нашла такую вот тарелочку, которая более-менее такая плоская. Сейчас наложу несколько кучек. Если не съедят, то отдальюсь. Потому что это всё подходит. Вот. Ещё вы писали в комментариях, что вот ты ей намешала какую-то дешёвую консерву, немножко груши и салат листьев. То есть, это к предыдущему видео. Если моя собака любит грушу, я даю ей грушу. Что в этом плохого? И дешёвые консервы я не соглашусь. Мои собаки там не чапи какой-то едят. Вообще просто люди уже просто заходят в видео и ищут к чему придраться. Я просто блокирую и всё. Можете не стараться писать там какие-то высеры. Мне это вообще абсолютно не нужно на канале. Негатив я не держу. Вот так вот выглядит паштет. Он прям такой мусс. Без всяких, ну, таких кубиков. Сейчас намешаю. Ну, я думаю, достаточно. Если что, Юсичка покушает. Прям совсем жиденькая. Корм они начинают... Ну, прям они долго жуют. У меня даже давились щенки. Даже когда им месяц. Поэтому я начну с паштета. Вот такой вот паштетик. Вот Юсика там лает. В общем, пойдём пробовать. Я щеночков вам покажу заодно. Они уже очень сильно изменились. Очень красивые. Я поставила тарелочку и жду, когда кто-то заинтересуется. Это вот Рыженький. Я так его и называю. Рыженький. Рыжик. Такой прям яркий пацан. Сейчас поднесу его. Тут запах, конечно, идёт от консервов. Знаю, как он среагирует. Ну, вообще не спят. Давай. Нюхайте. Рыженький. Сейчас все испачкаются. Он начинает кушать. Рыженький. И понял, как есть. Это их первый раз. Первое питание. Потихонечку облизывают. Лапами прям туда лезут. Тарелку. Ну, вот как я говорила, что они ещё не особо понимают, что это нужно кушать. Так вот проходит первое кормление. Так вот постепенно, каждый день можно предлагать. Вообще. Сейчас буду их салфеточками потом мыть. Опять пошёл кушать. Что-то мне кажется, кроме рыжего никто не подходил даже так. Не особо ел. Просто ел холоса. Вот это тоже. Кушай, кушай. На корм бы они совсем по-другому реагировали. В тот раз я корм первым пробовала давать. До такого состояния всё равно корм не перемолоть. Здесь прям такой жиденький паштет. А там долго очень нужно ждать, что всё разбухло. Поэтому лучше начинать паштеты, я думаю. Потом уже когда-нибудь месяц и неделя, они уже хорошо начинают кушать корм. А в два с половиной месяца я уже ничего не размачиваю. Они просто кушают сухой корм. Ну, самый маленький. Стартером я кормлю где-то до двух с половиной месяца. Потом по мини. Вот. В глубой упаковке. Все потихонечку едят. Они теперь за друг другом ходят и друг друга облизывают. Потому что они все в этом паштете. И вот. Вот. Лапку лезут. А с их Юськой все вылежут. Потом я ещё салфеточками протру. Ну-ка, кушай. Пончик тоже понял, что нужно кушать. Вот. Вот это пончик. Вон да иди идет. Это дыжик, а это Альфред. Альфред вообще хорошо. Он тарелки кусает. Видите? Прошло 15 минут, и они все поняли. Они прям активно кушают. Пончик наелся и ушел спать уже. Может вернется. Вот у них там игрушечки мягкие. Иди сюда. Вот они уже сами залазят в конуру. Там с Юськой спят. Завтра, в общем, пойду за консервами. Смотрите, как им нравится. Возьмите на заметку этот паштет по овощинке. И когда сухой корм едят малыши, очень нужно следить, чтобы они пили водичку. Вот. Так что им надо какую-нибудь мисочку прям... Видите, глубокие стоят. Чтобы они тоже начинали пить водичку. Посмотрите, что они наделали. Они все в паштете. И друг дружку облизывают. Лучше быть, они будут в паштете, чем будут давиться корму. И будут сытые. Вот этот рыженький. Смотрите, отличается. Такой малый кадр. Вообще классный. Вот такой прям носик у него маленький. Яркий такой. Ты накушался? Ты больше всех, наверное, съел. Очень буражка. Пончик опять пришел. Кушайте, кушайте. Лученьки накушали. Сейчас Юська будет доедать все. Причем я уверена была. Ей тоже нравится паштете кучей. На Юське я даю прям все целую банку такую. Мама пришла, бегом ее надо хватать. Пончик пристраивается уже. И куда свалился? Вот такая борьба. Вечная. Вот такая борьба. чихнул пончик он прям такой не прям очень нравится наверно будет с крепким костяком я так думаю его пульки у нее такие коротенькие квадратного типа вот так вот наверное серьезно такой на вид вообще все еще давай чистая тарелка умываем уши усечка усечка тедя такие звуки задает когда сервис рычит чего-то там как как будто как стрекочет и в инстаграм выкладывала сырой есть эти такое вот небольшое видео на память на первом кормлении здесь было кому-то полезно кому-то интересным просто это как бы даже не только лока просто решила заснять наш первое кормление возможно когда-то будет владельцем щенков интересно посмотреть на это в последнее время на моем канале просто очень много неадекватных каждый день этот все читаю это вообще сложно переваривать вот такой человек что нет сложно дается вот все это переварить какой-то вот просто но нелепое какое-то общение с какими-то странными людьми которые скверняют меня как бы ты там позиционирует себя заводчиком вот это вот все это вообще неприятно читать я вообще не понимаю зачем это писать но серьезно если но там какой-то комментарий тоже был я заинтересовался щенком но вы меня огорчили не дав свой номер в комментариях короче вообще говорит отписка если ты заинтересован щенком просто напиши в социальной сети в любой который у меня оставлен и все вот объясните мне в чем вообще проблема поэтому я считаю это просто человек решил ну просто испортить мне настроение все малыша уснули когда им будет месяц к нам придут знакомиться щеночка один из щеночков будет жить в муроме моем городе можете что-то вам засниму и расскажу кого выбрали